Примула многолетнее выращивание на даче. Примула – цветок, известный практически каждому. Он встречается на большинстве клумб весной и радует всех своей яркостью, которой так не хватает весной после долгой снежной зимы. Благодаря разнообразию расцветок и простоте выращивания примулы можно создать на своих клумбах или балконах яркие, удивительные и неповторимые композиции. Интересно, что примулу можно легко вырастить и в комнатных условиях. Примула садовая – что это за многолетний цветок? Садовый вид примулы относится к семейству первоцветные. Само слово примула переводится с латинского как «первый». Поэтому те, кто не знает название цветка, называют его первоцветом. Существуют и другие народные наименования примулы – барашки, талисманы, счастье, ключики. Английская выставка примул в древние времена цветку приписывались магические свойства, его использовали в отварах, зельях, а также в лекарственных целях. Краткое описание и история происхождения примула травянистое растение, природный ареал распространения которого достаточно широк. Его можно увидеть в Африке, Азии, Европе, на Ближнем Востоке. Неизвестно, когда люди впервые познакомились с этим растением, но еще в Древней Греции оно считалось лекарственным цветком богов Олимпа. Одно из сказаний Скандинавии гласит, что богиня плодородия Фрия открывала цветками примулы весну. В Германии цветы считают ключами к замужеству. В кельтской и гальской мифологии вспоминают растение как один из компонентов любовного зелья. В датских легендах говорится о том, что в цветке примула превратилась принцесса эльфов, осмелившаяся полюбить человека. Древние греки повествуют о том, что простой юноша Паралисис был превращен в примулу богами и которые очень сожалели о его кончине. С тех пор бытует мнение, что примула способна исцелять все болезни, даже паралич. В странах Европы примула выращивается с 16 в. Первоцвет горячо любим англичанами, там существуют даже клубы любителей цветка. Там же ежегодно проводятся весенние выставки примулы, где садоводы и селекционеры хвастаются своими достижениями. Современная селекция не стоит на месте и год от года появляются новые разновидности примулы с оригинальными формами и окрасками цветков. Краткое описание первоцвета примула Все виды примулы – травянистые многолетники, толстые листья, собранные в рекорневую розетку из которых на цветоносах вырастают яркие цветки. Окраска цветков может быть разной, особенно, учитывая огромное количество новых гибридных сортов. Но основные не считаются – розовый, белый, фиолетовый, желтый. Максимальная высота привычного всем первоцвета составляет 20 см. Но существуют искусственно выведенные цветы примулы высотой до 50 см. К сведению, благодаря стараниям ботаников постоянно создаются новые сорта растений, которые привлекают внимание махровыми формами поздними сроками цветения до самой осени, меньшего и большего размеров. Использование примулы в ландшафтном дизайне В ландшафтном дизайне простая в уходе садовая примула многолетняя применяется регулярно. Дизайнеры ее любят использовать для оформления городских парковых-садовых территорий, для украшения загородных участков. Везде эти цветки приходятся к месту, всегда рады и всех, кто их видит. Если правильно подобрать несколько разных сортов, можно добиться постоянного цветения, которое начинается ранее весной, а заканчивается в конце лета. Первоцвет хорошо смотрится на альпийских горках и в ракариях. Использование примулы в ландшафтном дизайне разновидностей растения Среди множества новых разновидностей сложно выбрать те, которые нравятся больше других. Многим хочется обзавестись сразу всеми. Однако существует и несколько самых популярных, которые уже режились и используются цветоводами чаще других. Примула безстебельна или обыкновенная примула Волгарес. Основанные характеристики примула обыкновенной высота варьируется от 10 до 25 см. Листья удлиненной овальной формы светло-салатового цвета, цветки желтые с темной сердцевиной, собранные в соцветия зонтики. Цветение наступает во второй половине апреля, иногда раньше, в зависимости от погоды. К сведению, садовая примула этого вида может использоваться не только в качестве декоративного растения, но и как лекарственное средство. Полезными свойствами обладают листья, корни и цветки. Примула Волгарес, примула Высокая примула и латиор. Этот сорт получил свое название не случайно, а благодаря высоким цветаносам, достигающим 35 см. Цветки-колокольчики собраны в соцветия зонтики. Окраска цветков может быть разной, варьируется в зависимости от разновидности. Цветение длится с апреля по июнь. Примула и латиор, примула Зибальда, примула Сиболди. Описание цветка. Период цветения июнь. Цветки розовые или сиреневые, соцветия. Рыхлые зонтики по окончании цветения листва тоже отмирает. Сорт Зибальда примула Весенняя, примула Верис. Другое название, лекарственное. Краткое описание. Листья длинные, яйцевидные, 20 см восточной, долготые, но 6 см в ширину, жилки выпуклые, с изнаночной стороны, цветочки желтые с оранжевым глазком посредине. Родина этого вида – Европа. Цветки садовой и весенней примулы могут быть различной окраски и формы. Примула Верис также популярны. Другие виды примулы – шаровидная, зубчатая, ушковая, снежная королева, маленькая и прочь. Посадка садовой примулы в открытый грунт. Посадка многолетней примулы в открытый грунт и уход за ней в дальнейшем достаточно просты. С ними справится любой любитель садовых растений. Выбор места для посадки растений предпочтительны места, которые будут ярко освещены солнечным светом только первой половине дня. Хорошо подойдут небольшие участки рядом с кустами или плодовыми деревьями. Тень от них прикроет нежная растенница от жарких солнечных лучей после обеда. Как подготовить почву и цветок для посадки? Главное при выборе почвы – ее рыхлость, хороший длинаж и увлажненность. Рекомендуется перед посадкой удобрить грунт для цветка органикой, чтобы в почве было много питательных веществ, но при этом она оставалась рыхлой и удерживала достаточное количество влаги, при этом не переувлажняясь. Как ухаживать за растением в зависимости от сезона? Основными правилами ухода являются своевременное увлажнение и рыхление почвы. Периодически понадобится прополка, чтобы питательные вещества из почвы поступали непосредственно к цветку. Правила полива и влажность почвы вокруг первоцвета всегда должны оставаться слегка увлажненной, нельзя допускать ее пересыхание. Оно может неблагоприятно сказаться на развитии примула и ее цветении. Обычно полив проводится один раз в неделю, в жару и за суху количество процедуру удваивают. Важно не забывать рыхлить почву после каждого полива. Количество воды на 1 квадратный метр – 3 литра. Если погода слишком жаркая, требуется опрыскивание. Обратите внимание, о том, что растению нужна дополнительная влага, свидетельствует подсыхание листьев. Подкормка и качество почвы. Если первоцвет выращивается не как однолетние растения, то он нуждается в периодических подкормках. Они проводятся вместе совместно с поливом Т.Е. 1 раз в 7 дней. Начинать процедуру нужно ранней весной при появлении первой зелени, а заканчивать после цветения. Когда цветет примула, нужно быть особенно аккуратным и вносить удобрения осторожно под корень. Для подкормки используются минеральные комплексные удобрения в дозировке, которые в 2 раза ниже, чем то, которое указано на упаковке. Важно! С азотом нужно быть осторожнее, поскольку повышенный уровень этого вещества в почве приводит к густой зеленой массе в следующем сезоне. Исключая появление цветов. Обрезка и пересадка Пересадка цветка проводится редко, достаточно 1 раза в 4-5 лет. Одновременно проводится и размножение куста делением, поскольку за это время неприхотливые цветки успеют довольно сильно разрастись. Обрезка примула заключается в удалении цветоносов, цветки на которых завяли. Также требуется удалять засохшие и пожелтевшие листья. Особенности цветения растения Чтобы заниматься разведением цветка, нужно знать об особенностях его цветения, о том, как ухаживать за ним, период активности и покоя. А также о том, что делать дальше, когда примула цвела. Период активности и покоя Период активности примула начинается ранней весной, как только сходит снег и прогревается почва. В это время мгновенно появляются первые нежные листочки и начинается их активный рост. Уже со двух недель апреля начинается цветение большинства сортов. Некоторые гибридные разновидности распускаются только с середины лета, благодаря чему обеспечивается долгое цветение, продолжающееся до начала осени. Виды и формы цветков Цветки чаще всего состоят из пяти лепестков правильной формы, которые расположены вокруг сердцевины. Возможны соцветия зонтики или в форме шара, а также расположение цветков колокольчиков в несколько рядов, например, канделиобровая примула. Изначально цветки могли быть только простыми, но селекционеры постарались и теперь существуют махровые разновидности примулы. Расцветки могут быть самые разнообразные – белые, синие, голубые, фиолетовые, красные. Примула махровая Нужно ли обрезать примулу после цветения? После цветения требуется обязательная обрезка. Если ее не провести вовремя, растение будет тратить силы на формирование семян, которые ему не нужны. Поэтому основное правило ухода за примулой после цветения в саду – обрезка цветов и засохших листьев. Обратите внимание, основную зеленую массу можно оставить, она должна погуще разрастись и стать основным укрытием нежной корневой системы на зиму. Способы размножения цветка Чтобы приступить к размножению, нужно выбрать подходящее место, слегка притяненное и проветриваемое. В оперативном случае цветок будет плохо развиваться и выглядеть непрезентабельно. Размножается цветок черенками, семенами и делением куста. Размножение листовыми черенками черенкования листьями проводится ранее весной. Следующим образом, несколько листков срезается под углом у мустром чистым ножом. Срезанные листья высаживаются в контейнеры со смесью торфа и песка. Саженцы поливаются, накрываются банками и ставятся в теплое притяненное место. Как только у основания листков появилось несколько новых отростков, банки открывают, а контейнеры переставляют в более светлое место. При установлении хорошей погоды можно высаживать молодые растения в открытый грунт. Укоренение черенков приму и размножение семенами семенным способом можно размножить только стандартные домашние сорта. При попытке выращивания гибридных разновидностей садовод потерпит неудачу. Материнские сорта не передадут дочерним свои свойства. Поэтому самостоятельно собирать семена, которые планируется сеять, не стоит, лучше приобретать их в цветочных магазинах. Начало посева производится весной по следующему плану. Ящики, в которых будет расти рассада, наполняются хорошим слоем дренажа. Сверху выкладывается слой грунта, 4 части листовой земли, 2 части дерна, 1 часть преска. Семена осторожно располагаются по поверхности, слегка придавливаются и увлажняются. Сверху ящики укрываются пленкой или стеклом и помещаются в освещенное место с комнатной температурой. Ежедневно укрытие снимается для проветривания. При появлении первых всходов укрытие снимается. Когда появляются три первых листка, саженцы пикируют по отдельным контейнерам. После того, как почва прогреется до 10 градусов, молодые растеницы можно сажать в открытый грунт. Если ночные температуры низкие, цветы нуждаются в укрытии. Важно! Между кустиками мелких сортов примула выдерживают 15 см друг от друга, средних 20 см, крупных 30 см. Делением куста если за примулой правильно ухаживать, то она довольно быстро разрастается. При этом листья и цветки мельчают и требуется омоложение растения. В таком случае ее делят на несколько частей. Для этого кустик выкапывается, корни очищаются от почвы, весь куст аккуратно разрезается на несколько частей острым продезинфицированным ножом. Для исключения возможности возникновения заболеваний, корни присыпаются толченым древесным углем. Новые растения высаживаются на новое место, мульчируются опилками или торфом. Проблемы выращивания, болезни и вредители. Наиболее распространенными проблемами при выращивании примула являются засыхание листьев. Это происходит из-за слишком яркого освещения или недостатка полива. Нужно притянить растение и отрегулировать полив. Загнивание корней происходит из-за чрезмерного полива или грибковой инфекции слабое. Цветение чаще всего возникает из-за недостатка подкормок. Если куст примула уже взрослый, ему требуется омолаживающая пересадка с делением корня. Как и прочие растения, примула садовая способна подвергнуться воздействию вредных насекомых и заболеваний. Чаще всего встречаются мучнистая роса, серая гнель, ржавчина, перонос пороз, хлороз. При появлении признаков этих заболеваний нужно немедленно устранить поврежденные части, продезинфицировать все места срезов. Возможно понадобится пересадка. При появлении вредителей нужно обработать растения инсектицидами. Примула садовая многолетняя – прекрасное растение, зацветающее ранней весной и украшающее своим видом любую клумбу. Она вносит яркие краски даже в самый скучный сад, радуя своих хозяев. Красочный первоцвет неприхотлив, его можно выращивать в городских условиях, например, возле подъезда, заставляя улыбаться всех окружающих. Точка.